Итак, мы с вами завершили третий день Творения, и к концу третьего дня Творения земля стала голубой и зеленой. Аминь. И мы с вами переходим к четвертому дню Творения, и это книга Бытие. Знаете, такое ощущение, я поеду в Питер и буду им рассказывать про сотворение. Итак, книга Бытие, первая глава, и у нас с вами четвертый день, и это 14 стих. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так. Давайте мы с вами еще раз наше внимание сосредоточим на том, что слово «и сказал Бог» – это действие Сына. Аминь. Это действие Сына. «И сказал Бог» – действие Сына. Далее, 16 стих. «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью, и звездами. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять света тьмы, и увидел Бог, что это хорошо». Итак, давайте мы скажем следующее, что Господь описывает свое творение в данном случае для того человека, который находится на земле, и что он видит своими глазами. Это не то, что он находится в космосе и видит всю структуру, о которой мы сегодня говорим. Это как обычный человек, который находится на земле. И Псалом 18-й, это хорошо описывает. 18-й Псалом, 1-й стих, 2-й стих. «Небеса проповедует славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Дальше, 5-й стих. «Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до краих, и ничто не укрыто от теплоты его». Удивительные стихи, да? Псалом говорит, солнце встает, как исполин. Оно поднимается, проходит свое поприще, то есть свою дистанцию, и заходит. И так каждый день. То, что я вижу, я вижу, утром солнце встало, и как исполин пробежало свое поприще. И мы также с вами здесь видим, что Господь зажег два светильника. Кстати, один из них – источник света, который дает свет, а другой – то светило, которое отражает свет, то есть отражает солнечный свет. Так что мы с вами копнем очень глубоко, с Божьей помощью не так глубоко, чтобы выбраться оттуда нам, и это будет очень интересно. Итак, давайте мы с вами еще раз прочитаем. «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной, когда Господь провел проводку во второй день, правильно, да? Да будет свет, а сейчас это светильники для отделения дня и ночи, для знамений и времен дней и годов». Ну, как у вас дела, кстати? Вы со мной? Аминь? Хорошо. «Для знамений времен и дней и годов, и да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на Землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светила большая для управления днем, и светила меньшая для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на Тверде Небесной, на самом деле Солнце и Луна, они не стоят на Тверде Небесной. Потому что Тверде Небесная, кто помнит, что это такое? Тверда. Атмосфера. Все правильно. Мы с вами знаем, что Солнце и Луна, они находятся в космическом пространстве, а не в атмосфере. Но здесь написано на Тверде Небесной. Это означает, что это для человека, который стоит на Земле, который не рассматривает, значит, Землю, как Гагарин, с орбиты. И мы здесь видим также, что Господь поставил их на Тверде Небесной, чтобы светить на Землю. Мы можем сказать, Господи, так Луна же не светит на Землю. Господь говорит, сказал бы, да, она не светит, она отражает солнечный свет. Но вы видите, что это светильник. Итак, и управлять днем, и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый. Итак, давайте мы с вами отметим, что в четвертый день происходит создание материальных носителей света. Создание материальных носителей света. То есть Господь зажег светильники, или два светила. Здесь в одном стихе это светило, а в другом это светильники. В пятнадцатом стихе. Далее. Произошло создание и установка естественных часов. Произошло создание и установка естественных часов. Которые позволяют людям ориентироваться во времени. Которые позволяют людям ориентироваться во времени. То есть для человека стало очевидным следующее, что время стало определяться конкретными вещами. И слово «и сказал Бог, и стало так» – это все идет в соответствии с предварительным планом Божьим. Это очень важно. И сказал Бог, и стало так – это все идет в соответствии, в точном соответствии с предварительным планом Божьим. Кто-нибудь из вас работал на предприятии инженерном или еще где-нибудь, что, например, чтобы создать самолет, то для того, чтобы его начать делать на производстве, нужно провести многие часы в планировании, в чертежах, изменения крыла, сколько у него будет двигателей и так далее. Все это нужно сделать заранее. И это проходит, это долгий процесс, который, в течение которого создаются все предпосылки для того, чтобы сказать, ну все, давайте начали запускать, например, МС-21, да, Тимур, он вам сказал. Да, давайте будем, запустим производство МС-21 самолета. И началось все. Аминь. Итак, здесь тоже мы видим, что это был точный, выверенный план Божий. И мы с вами очень хорошо идем по нему. И дальше мы должны отметить следующее, что были сотворены два светила. Два светила. Мы называем их Солнце, это большее светило, и меньшее светило Луна. И также были сотворены звезды. Очень важно здесь нам с вами отметить, что светила не были названы по имени. Очень важно. Светила не были названы по имени. И за этим в Библии во всем есть смысл. Почему, Господи, ты не дал имя светильникам? И Господь говорит, будут два светилы. Почему же они не названы по имени? Давайте мы скажем следующее. Отсутствие имен собственных понижает статус. Отсутствие имен собственных понижает статус светил. Понижает статус светил, что подчеркивает их служебный характер. Что подчеркивает их служебный характер. Почему Господь подчеркивает служебный характер и понижает статус светил? Для того, чтобы человек ни в коем случае не поклонялся ни Солнцу и не поклонялся ни Луне. Кто помнит в Египте Бога как называют? Ра, да? Что это означает? Это Бог Солнца, правильно, да? И мы с вами видим, что Господь, когда дает указание о строительстве Скиния и как она должна устанавливаться, по каким частям света, то мы с вами четко видим, что вход в Скинию, то есть туда, куда входят священники и те люди, которые приносят жертву, он обращен на Восток. А где у нас Солнце восходит? На Востоке, правильно, да? Чтобы ни в коем случае священник не стоял лицом к Солнцу, но чтобы он стоял спиной к Солнцу и ни в коем случае не вздумал поклоняться Солнцу. Почему? Потому что Богу поклонить. Вы знаете, невероятная вещь, что и значит на Древней Руси поклонение Солнцу, и в Египте поклонение Солнцу, невероятное распространение получил вот этот культ поклонения Солнцу. Оттуда у нас свет, оттуда у нас тепло и так далее. И Господь здесь подчеркивает и принижает статус светил, что они имеют только служебный характер. Аминь. Это служители, можно их так назвать, которые служат человеку, и всему, что сотворено на земле, служат в плане Бога. Никогда они не станут на один уровень с Творцом, и поэтому Господь здесь принижает их статус и говорит, это просто светильники, и за ними ничего не стоит. Далее. Обожествление Солнца и Луны, и воды, и природы присущно падшему человеку. Например, о, матушка природа. И так далее. Ладно. Короче, вы поняли аспект. Далее. Солнце – это материальный генератор энергии и постоянный источник тепла и света. Я подчеркиваю, постоянный источник тепла и света. Его не выключают на ночь. Это Земля делает оборот вокруг своей оси. Итак, Солнце – это материальный генератор энергии, то есть в нем содержится энергия и постоянный источник тепла и света. Нам нужно с вами на Земле и тепло, нам нужно с вами и свет. Правильно, да? Почему? Потому что мы с вами теплокровные создания. Правильно, да? У меня фамилия теплокровная. Итак, нам с вами нравится, когда тепло, уютно, когда газ есть, когда электричество работает, чтобы нам было уютно, нужно тепло. Нам не нравится, когда мы, нам не нравится мерзнуть, и также нам не нравится слишком высокая температура. Я не знаю, как вам, но у меня нет. Лучше я померзну. Итак, далее. К моменту появления Солнца, очень важно, уже имелся на Земле приемник, способный принять и переработать световую энергию. И вы должны ответить мне на вопрос, что же это такое? Итак, к моменту появления Солнца уже имелся на Земле приемник, способный принять и переработать световую энергию. Что же это такое? Что это за приемник? А? Вода. Хороший ответ, но неверный. Еще? Растение. Нет, все брали. Растение. И можно задать вопрос, Господи, а почему сначала растение появилось, а потом свет, а потом Солнце ты поставил? И здесь есть ответы на это. Если бы это было наоборот, то есть сначала включили бы лампочку, а потом, то есть Солнце сначала было сотворено. Аркаш, ты смотришься с недоверием. Если бы наоборот, то поток солнечной энергии оказал бы для атмосферы и литосферы погубный характер. Это означает, что нужно, обязательно нужно, чтобы уже было все готово, чтобы сбалансировать газы в атмосфере и процессы фотосинтеза, которые начали вырабатывать кислород. Понимаете, да, меня? Если бы наоборот Солнце сразу заработало и ничего бы здесь не было, то тогда бы не получилось. Здорово, да? Господь наш, удивительный. Итак, литосфера, я могу пояснить, литосфера это земная кора плюс верхняя часть мантии. Не спрашивайте, что такое мантия, просто пишите. Литосфера это земная кора и верхняя часть мантии. Следующее. Светила установлены для знамений времен, дней и годов. Основа календаря и есть два светила, которых поставил Господь. Это основа календаря. И так интересно, что Иосиф Скаллигер, это один из научных деятелей, сказал такую фразу. Если Бог дал нам такие часы и запустил их, а не менее, мы со мной, да, представьте, вы купили себе домой часы и запустили их. То есть, поставили батарейку. И здесь он говорит, что если Бог дал нам такие часы и запустил их, то вполне разумно предположить, что по ним можно определить возраст Вселенной. Итак, если часы были запущены в один момент, то вполне возможно узнать время, когда они были запущены. И давайте мы посмотрим на следующее. Что для определения времени Иосиф Скаллигер, он сопоставил солнечный цикл, который 28 лет. Солнечный цикл, вы знаете, кратко скажу, солнечный цикл это активность на поверхности Солнца. Итак, он сопоставил солнечный цикл, 28 лет, лунно-солнечный цикл, 19 лет, и также римский индиктон, 15 лет. А лунно-солнечный, 19 лет, римский индиктон, 15 лет. Итак, и определил момент прошлого, когда все эти три цикла совпали. Почему они совпали? Потому что все эти все циклы начались одновременно. Итак, у него было три параметра, которые он мог использовать, чтобы определить начальное время в прошлом, когда были запущены эти часы. И у него получилось 4713 лет до Рождества Христова. Это очень интересные цифры. 4713 лет до Рождества Христова. Или это, давайте назовем данную 2014 год, тогда от 2014 года 6727 лет. Да, 6727 лет. Это Иосиф Скалигер, он, Иосиф Скалигер, он определил и поставил свою цифру. Далее, есть еврейский календарь. И еврейский календарь, он идет от сотворения мира. И 2014 год, это 5684 года. 5684 года, это еврейский календарь. Далее, византийская традиция говорит, что это 5508 лет до Рождества Христова. 5588 год до Рождества Христова. Или это 7522 год. 7522 год. Также, Иоганн Кеплер, это тоже известное имя, Иоганн Кеплер, с помощью закона в движении планет Солнечной системы установил, что возраст Земли, числы, числы были запущены 3992 год до Рождества Христова. 3992. До Рождества Христова. И, соответственно, если мы прибавим 2014 год, то это у нас получится сколько, кто математик? Это у нас получится в районе 4000, да? Нет. 6000, да? Посчитайте, пожалуйста. 6800. Итак, давайте 3992 прибавим в 2014 год. 6600. Сколько? 6600. 6600. Так, это 6000. И также архиепископ Джеймс Ушер сказал дату 402 год до Рождества Христова. Это значит у нас здесь 6000. 6600. Вот такие интересные цифры получились. Они где-то в районе, они где-то в районе от 6, а они где-то в районе 6000. Видите, да? 6 здесь, 6, 6. Значит, здесь только. Кто-то у нас здесь много дал. Из-за азотической традиции. Мы с вами, когда изучали эскатологию, то говорили о том, что Господь говорит, что у меня, у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И вполне предположительно, что мы с вами где-то в районе вот этих вот чисел. Где-то 6000. Потому что седьмой день по Божьему календарю. Итак, в шесть дней творил Господь небо и землю, а седьмой день это день Господень, иначе называется. Или день, когда он отдыхал. И по страшаю, вы слышали, да, все? День Господень. День Господень наступает. Что это за день Господень? Это тысячелетнее царство. Это вообще. Это класс. Тысячелетнее царство. Христос на престоле. И удивительное тысяча лет изобилия. И каждый еврей будет сидеть под своей смоковницей, по своей виноградной лозой, как он делал это во времена Соломона. Славить Бога. Я уверен, что и русские, и узбеки, и филиппинцы, и все тоже будут наслаждаться жизнью. Почему? Потому что мы с вами знаем, что тысячелетнее царство, оно будет характеризованно удивительным. И природой, и праведностью, и производством плода, и так далее. Итак, ну, давайте мы с вами скажем, это наше мнение. По крайней мере, это мое. Что это где-то в районе шести тысяч лет. Мы где-то сейчас близко к концу шестого тысячелетия, и начнется скоро День Господень. Вы скажете, апостол Петр тоже говорил, скоро начнется День Господень. Согласен с вами, пастор Шамер говорит, что из шести тысяч лет мы с вами в последней двойке, можно сказать, да, пятое, шестое тысячелетие. То есть это по-любому последний период, не считая тысячелетнего царства. Все, аминь, да? Итак, далее, астрономы нам показали наше скромное, я имею ввиду, астрономы, научные деятели, которые придерживаются теории эволюции, они показали наше скромное место во Вселенной. То есть Земля, по их мнению, занимает очень скромное место во Вселенной. Почему? Потому что мы с вами где-то на периферии, мы с вами, Земля находится где-то на периферии спиральной галактики Млечный Путь. Мы с вами не в центре находимся, а где-то там, на периферии спиральной галактики Млечный Путь. Далее, это еще не все. Далее, и сама наша галактика Млечный Путь, она вполне заурядна и расположена вдали от основного скопления галактики. Она тоже находится на периферии. А мы с вами еще находимся на дальней периферии. И ученые говорят, что Вселенной 8 миллиардов лет, и происходило следующее, что в течение 8 миллиардов лет образовался Млечный Путь. Затем Солнце со своим выводком планет. Это все получилось, соответственно, случайно, и никто за этим не стоит. Итак, в течение 8 миллиардов лет процессы, я не буду говорить, какие процессы, процессы происходили, и потом Солнце вылупилось, а потом и выводок планет за Солнцем. И это замечательная точка зрения со знаком, в кавычках, ученых, которые придерживаются этой точки зрения. Но проблема существует колоссальная. И проблема такая. Все параметры и законы Вселенной настроены очень точно. Все параметры и законы Вселенной настроены невероятно точно. Это означает, что нет плюс-минус пару миллиардов лет, или пару сотен километров, или и так далее, и тому подобное. Очень точно. В науке известны такие физические параметры, иначе говоря, константы. Все понимают, что такое константа, да? А слово Константин? И это слово Константа, это устойчивый, неизменный. Итак, несколько мы назовем констант. Например, физические параметры масса протона, масса нейтрона и электрона. Итак, науке известны эти параметры. Масса протона, нейтрона и электрона. Далее, также науке известны заряд протона. Следующее. Гравитационная, постоянная. Иначе не было бы такого числа ускорения свободного падения. Правильно, да? Кто знает. А это тоже постоянная величина. Итак, гравитационная, постоянная. Следующее. Известна скорость света. Она тоже постоянная. Она не меняется. Также известна константа, так называемая, постоянная планка. Был такой человек, ученый, планк, постоянная планка. Это не просто не планка, а он планк. Хайнин, ты понимаешь? Хорошо. Что-то хорошее. Итак, это постоянная планка. Это основная константа квантовой теории. Квантовой теории, теории света. Не будем углубляться. Это касается света и электромагнитных излучений. Мы с вами должны отметить, что малейшие изменения этих констант приведут к невероятным изменениям. Малейшие изменения этих постоянных приведут к колоссальным изменениям во всем устройстве Земли и Вселенной. Колоссальное изменение. И оно может быть такое, что мы можем даже и не узнать в нашей Вселенной. Например, изменение массы нейтрона на 0,1%. Если изменить массу нейтрона на 0,1%, Вселенная сложилась бы как карточный домик. Интересно, да? Очень-очень точные параметры были заданы. Кстати, Господь очень хороший математик. Давайте мы с вами один стих запишем. Потому что так здорово в Библии ворачиваться. И это у нас притча 11 глава, первый стих. Притча 11 глава, первый стих. «Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». Аминь. Если бы Господь говорил, я люблю, то есть в моей природе должны быть верные весы. Хорошо, давайте для нашего образования откроем книгу Захарии, вторую главу. Книга Захарии, нет, не вторая глава. Пятый стих. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит». «Когда же я сказал, что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа». Итак, Ефа – это мера. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся. «И там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина – само нечестие. И бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И я поднял глаза моей и увидел, как ее понесли. Итак, и поставили ее в земле Синаар». 11 стих. «И устроили дом для нее в земле Синаар». Это означает, что это отвратительная Ефа, которой параметры были изменены. И Господь говорит, «Для меня всякое изменение весов, и длины, и меры – это мерзость для меня». Почему? Потому что правильные, как мы с вами прочитали, тричи «Неверные весы, мерзость перед Господом, а правильный вес угоден Ему». Почему? Потому что Господь показывает всей своей сущностью и природой, что у Него все работает точно. Аминь. И мы с вами, когда встретились с Писанием, то мы с вами сначала думали, что это какие-то расплывчатые фразы. А когда мы с вами стали все глубже и глубже изучать Писание, тогда мы с вами стали оперировать выверенными, точными доктринами учения Писания. Аминь. Это не какие-то там облачные вещи, где ничего не разберешь. Если это учение о спасении, оно точное. Если это учение о Втором пришествии Христа, оно точное. Если это учение о Церкви, оно точное. Почему? Потому что для Бога неверные весы – мерзость, и Он обязательно даст сбалансированное учение. Кто, через кого Господь дал сбалансированное учение для Церкви? Кто скажет? Через какого апостола, хорошо? Павла. Ну, конечно, Павла. Я вам хочу сказать, что книги апостола Петра и апостола Иоанна, они замечательные, но они не являются доктринальным учением Нового Завета. Я хочу обратить это на вас, ваша книга послания Иоанна является удивительной книгой, книгой притч Нового Завета, но она никогда не будет фигурировать, как книга, которая устанавливает доктринальную основу Нового Завета и века благодати. Понятно, да? Слушайте, а сколько людей… Я уже пошел в это проповеду. Это интересно. Потому что сколько людей, верующих в Иисуса Христа, споткнулись о вторую главу послания Иаков «Вера без дел мертва». Покажи мне твою веру, то есть покажи мне твои дела, и я покажу. И я не знаю, это в каждой семье, наверное, звучало. Мы со мной, а мы с вами говорим постоянно, что мы ходим в любви, и мы ходим в добрых делах, и мы ходим в Духе Господнем. Это не то, что «ну давай делать добрые дела». И тогда мы начали делать добрые дела. Хорошо, оборачиваемся мы обратно в Солнечную систему. И мы сделаем через пять минут бежать. Итак, невероятно точные параметры. Параметры Солнечной системы. Двоеточие. Итак, точность гомеостатических механизмов на Земле. Невероятная точность гомеостатических механизмов на Земле. Таких, как содержание азота, кислорода и углекислого газа в атмосфере. Содержание азота, кислорода и углекислого газа в атмосфере. Также гомеостатический механизм – это температура на поверхности Земли. Температура на поверхности Земли. Например, если температура слишком холодная, то тогда невозможна жизнь. Если она слишком жаркая, то тогда тоже невозможна. И также соленость морской воды. Тоже отрегулирована соленость морской воды. И это только три из семидесяти параметров гомеостатических. Три из семидесяти гомеостатических параметров. Я ободряю вас посмотреть фильм, который называется «Привилегированная планета». Можете себя заметить. «Привилегированная планета». Очень интересный фильм. И там раскрывается большая часть из этих гомеостатических параметров. Но мы с вами, перед тем, как уйти на перерыв, давайте мы с вами посмотрим на антропный принцип. Итак, это антропный принцип. Антропный принцип. От слова «антропус» – «человек». Что же это за принцип? Знаете, я даже не знал, что такой принцип есть. Но сегодня узнал, и я был поражен просто. Итак, антропный принцип. Он был утвержден в 1973 году кактором, ученым кактором. Не президентом кактором, а ученым кактором. Итак, 1973 год. И утверждение такое, что Вселенная имеет нужду в наблюдателе. Представляете? Вселенная имеет нужду в наблюдателе. То есть, в человеке, который может ее наблюдать и изучать. И я хочу сказать, что это не вывод ученых-креационистов. Это вывод тех людей, ученых, которые взглянули трезво на положение Земли, галактики и млечного путя и так далее. И они сказали, что все это сотворено так, чтобы у Вселенной был наблюдатель, который может ее наблюдать и изучать. И давайте еще следующее отметим, что наблюдательное расположение нашей планеты находится на самом лучшем месте. Это означает, где, вы понимаете, да? Например, на футбольном матче или на волейбольной встрече. Или там в театре, например, в театре, в театрала. Скажите, какое самое лучшее место для просмотра спектакля? Скажите, ба? Ну ладно, короче, есть там лучшие места, которые сразу можно определить по стоимости, правильно, да? По стоимости билетов. И здесь ученые, в частности в этом фильме «Привилегированная планета», они говорят, что место, на котором находится наша Земля, в отношении внутри галактики Млечный Путь и по отношению ко всем галактикам, которые находятся во Вселенной, самое лучшее, чтобы оттуда наблюдать и изучать. Вы представляете, да? Это просто невероятно. Это означает следующее, что попросту, просто-таки-напросту-таки Вселенная создана для кого? Для наблюдателя, для человека, который вышел бы вечером потянуться из дома и увидел бы великолепное звездное небо. И сказал, ой, как здорово все здесь образовалось само собой, да? Нет! И сказал, господи! Как Давид говорит в восьмом псалме, и мы заканчиваем, это уже второе завершение или третье. Итак, восьмой псалм. А вообще-то, я наизусть могу сказать. Господи, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Когда я взираю на небеса, это пишет Давид, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. А Господь говорит, да вы что, ребята, я для вас выбрал самые лучшие места в театре, чтобы вы жили здесь, и чтобы вы смотрели, и наслаждались, и прославляли Творца, а не творение. Аминь. Перерыв.